Подрядчики компании Facebook читают все посты, в том числе предназначенные только для ограниченного круга людей, и размечают их вручную. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники из числа тех самых подрядчиков. По данным агентства, одной из компаний, занимающихся сортировкой данных, выступает индийская фирма Y-Pro. В ней разметкой публикации занимаются около 250 сотрудников, которые изучают посты, используя 5 наборов данных, включая тип контента, например, селфи или фото еды, повод, день рождения или свадьба, и даже намерение автора, шутка, вдохновение или призыв на вечеринку и так далее. Таким образом, индийская фирма с прошлого года сортирует самый разный контент Facebook и Instagram. В том числе сотрудники размечают обновление статуса, видео, фотографии, ссылки и истории. Каждая запись проверяется двумя людьми на точность, а один работник обрабатывает до 700 публикаций в день. Представители Facebook подтвердили, что подрядчик действительно может получить доступ к публикациям для ограниченного круга друзей, а в некоторых случаях сотрудники видят имена и даже данные пользователей. Всего доступ к такой информации имеют около тысячи человек за пределами соцсети. Вообще такая практика типична для процессов, связанных с машинным обучением. Чтобы нейросеть начала разбираться в типах контента и могла отличить реальное приглашение от шуточного, ей нужно показать тысячи примеров, а пока люди справляются с задачей распознавания того же сарказма лучше машины. А Facebook обещал автоматизировать работу с контентом, в том числе, чтобы быстрее реагировать на размещение оскорбительных постов и всяких призывов к насилию, чего от соцсети требуют уже давно. Но нынешняя практика обучения нейросетей может вылиться в очередной скандал. Пользователей никто не предупреждал, что их приватные посты смогут читать даже не сотрудники Facebook, а люди в каких-то сторонних компаниях-подрядчиках. К новостям другой корпорации. Microsoft пытается сделать из своего текстового редактора Word серьезного конкурента для Google Docs. Расширяет возможности работы онлайн и добавляет туда ботов. Речь идет о пакете Office 365. Это набор офисных приложений, которые Microsoft распространяет по подписке. Возможность одновременной работы нескольких пользователей в одном документе там существует уже несколько лет. Но Microsoft пытается сделать упор на скорость. Мол, теперь незаметно, что пользователь работает удаленно. Кроме того, удаленно теперь можно вносить и рукописные пометки в документе. Нарисовать что-то мышкой, стилусом по экрану ноутбука или пальцем со смартфона. В основе так называемый Fluid Framework, инструмент для разработчиков. И вот как раз с его помощью в Word можно будет добавлять боты. В частности, Microsoft обещает не только более продвинутую проверку грамматики, но и проверку удобочитаемости текста. Искусственный интеллект сможет предлагать более подходящую фразу в зависимости от контента. Или вообще перевести текст документа на другой язык прямо в Word. Ну и, наконец, боты на базе нейросетей смогут расшифровывать профессиональные аббревиатуры, показывать примерное время чтения документа и даже делать summary. То есть, если вам прислали отчет на 50 страниц, инструмент покажет основные выводы. По крайней мере, так обещают в Microsoft. Ну и предполагается, что разработчики сторонних компаний смогут добавлять свои инструменты и загружать их по мере необходимости. Тут важный вопрос, будут ли все эти функции или хотя бы их часть доступны в бесплатной версии текстового редактора в Word Online. Если да, то у сервиса есть все шансы стать очень опасным конкурентом аналогичным продуктом от Google. Ну, хотя и без того использование Office 365 растет, опять же, если верить Microsoft, на невероятные 30% ежегодно. Теперь к сюжетам мобильных репортеров и начнем с удивительной истории с Бурятией. Это понтонный мост. Его возвели на днях военные, чтобы вернуть связь села Зарубино с Большой землей. Но проехать по нему нельзя, потому как он не дотягивается до одного из берегов реки. Сначала, говорят, дотягивался, а потом река немного разлилась. Вроде как этого ожидали, и по некоторым сообщениям местные власти должны были отсыпать продолжение дороги. Но по факту до больницы по-прежнему не добраться, продукты не завести. Кстати, понадобилась понтонная переправа, потому что старый мост развалился. Что было бы неудивительно, если бы не то, что развалился он вскоре после капитального ремонта стоимостью в несколько миллионов рублей. А это сюжет из Австралии, самого маленького штата страны Виктория. Сюжет любопытен исключительно необычной картинкой. То есть сама по себе песчаная буря явление не уникальное. Но в данном случае снять ее удалось достаточно эффектно. По словам автора видео, почти полная темнота накрыла городок примерно на час. При этом скорость ветра, если верить данным метеорологической службы, достигала 90 км в час. Из-за чего пришлось временно закрыть местный аэропорт. Продолжение следует...